Вся страна в юбилейном дыму и подарков торжественных ворох ежедневно приносит ему. Но в печаль его дата повергла и ответствовала он, господа, я в подарок хочу Цукербета. Я хочу Цукербета всегда. Говорят, он почти шизофреник, так решило друзей большинство. Но добылся он множество денег и не умеет отъехать ничего. Я пошел тут, себя не жалею, репутации блин не ценят. Пусть же он прилетит к юбилею и секрету научит меня. И разведка ответила бегло, а мы умеем такие дела, и доставила ему Цукербета. И в увязанном виде сдала. Сказал он, будет, товарищи, обращаюсь буквально моля. Может, ты мне решение подаришь, как мне сделать бабло из нуля. Не хватает монеты бюджета. В феврале, как случился, обрал, обещал повышение. А нету. Я уже и на Тиму орал. Какая-то яростная кризис, а револю изрядно померк. Обращаюсь в миренную низость. Научи меня жить, Цукербета. Отвечает задумчивая молитва. Я отвечу, не надо молить. У меня же они все виртуалы. Виртуалами легче рулить. Я пришел к колоссальному сдвигу, молодежь устремилась за мной. Я согнал их в мою мордокнигу. Там нам лучше, чем в жизни земной. Я совет, если там не банально. Их асушизм, брон ты местным глобой. Надо сделать страну виртуарикой. То есть типа совсем не живу. А дитейный совет, безусловно, мол, Путин, пускай туда сядет. Виртуалами я полюбовно мог управить еще 60 лет. Но куда я реальных-то делу, чтобы случился такой фейерверк? Предложи мубиться об стену, беззаботно сказал тебе. Это правда, отчасти жестоко, мол, Путин. Пока дорастут. Но к концу президентского срока никому не останется. Как придем к желанному райу, так и вытащим нашу моржу Цукерберг. Я тебя поздравляю. Разреши я тебя за предыдущим.